Здравствуйте! С вами Юрий Зайцев. В эфире программа 112. Обзор преступлений и происшествий за неделю. В Суворовском районе Тульской области задержали лидера и участников движения «Партизанская правда. Партизан». Руководитель общины Алексей Миняйлов пропагандировал странные теории и люди, бросая работу и семью, отправлялись в Суворов, чтобы строить так называемый музей героев абсолютно бесплатно. Все подробности в сюжете. Более 20 человек задержали сотрудники ОМОН в Суворовском районе. Все они, согласно предварительным данным, участники движения «Партизанская правда. Партизан». В ходе обысков по трем адресам оперативники обнаружили запрещенную литературу, листовки, крупную сумму денег. По данным издания «Коммерсант», наличных почти 4,5 тысячи долларов плюс документы, согласно которым на счетах Миняйлова хранится свыше 5 миллионов рублей. О так называемой «Партизанской правде партизан» широкой публике стало известно пару месяцев назад, когда лидер организации Алексей Миняйлов на месте сгоревшего детского сада захотел построить музей героев Великой Отечественной войны. Узкому кругу лист Миняйлов был известен давно, своими роликами, коих в сети сотни. Как писатель, тиражи не больше 5 тысяч, а как вот ролики, так у нас один из роликов уже 10 миллионов достиг. Ну, остальные поменьше, там, миллион, полмиллиона, два миллиона, что-то такое вот просмотров. Ролики Миняйлова, вот. Ролики Миняйлова, вот. Ролики Миняйлова, вот. Поклонение героям Великой Отечественной войны у партизан было странным. Например, Сашу Чекалина и Зою Космодемьянскую Миняйлов считал шаманами. Саша Чекалин, будучи героем, был дедом, причем даже своему родному дедушке. А дедушка до того был Саше Чекалину батей. Стало понятно, что здесь не просто, скажем так, группа по интересам. То есть здесь еще присутствует некое оккультно-религиозное учение. Строить музей героев Суворов приезжали люди из разных регионов. Бывшие военные, предприниматели, архитекторы. Они бросали семьи и шли их за Миняйловым. Кроме того, участники организации проводили учебно-полевые сборы. При вашем старании и усилии вы скоро станете нормальным воинским подразделением. В ходе обысков у членов движения обнаружили четыре пневматических пистолета военную форму. Предполагается, что группировка является псевдорелигиозной и военизированной сектой. Уголовное дело расследуется по факту возбуждения ненависти вражды равно унижения человеческого достоинства. В Тульской области задержали членов преступной группы, которую похитили бизнесмена Сергея Будагова, директора агрохолдинга «Орловская Нива». Удерживали в частном доме в поселке Скуратово Чернского района. Вооруженные люди в полицейской форме похитили Будагова, когда он вместе с водителем ехал в офис. Водителя связали, оставили в авто, бизнесмена пересадили в другую машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя три дня в ходе совместной операции МВД, ФСБ, Росгвардии и следователей Будагова обнаружили. Первые были ничего не говорили, не просили. Потом 20 миллионов отдать. Ну и я думал, что все равно это дело завершится. Преступная группа состояла из 7-8 человек. В основном это лица цыганской национальности. Среди них были женщины и подросток. К преступлению они готовились тщательно. В том числе нашли машины, оружие, форму сотрудников полиции. Преступники отслеживали маршрут Будагова. На авто перебили номера. При обыске дома были обнаружены маски и оружие. Я так понимаю, что это все-таки организованная преступная группа, которая состоит из ранее судимых по затяжке, особо тяжких преступлений в том числе. Они зарегистрированы на территории различных субъектов. Сорвалось много стиментов одного, по всей России. Они зарегистрированы на территории. То есть мы непосредственно до рубежного замысла не сплотились для того, чтобы непосредственно заниматься такого рода преступлений, в том числе учили у человека. Что интересно, по версии следствия, данная преступная группа является лишь исполнителем. Есть и заказчик. Как пояснили сыщики, он установлен и в ближайшее время будет привлечен к ответственности. Что касается задержанных, то часть из них уже начала активно сотрудничать со следствием. Четверых заключили под стражу. Также к уголовному делу о похищении может добавиться статья о вымогательстве. Пролетарский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Тулы, которого СМИ окрестили выборским маньяком. В 2005 году в Ленинградской области подсудимый убил двух знакомых школьниц, а годом ранее родного деда, после чего его отправили на принудительное лечение. В Туле в прошлом году в ходе конфликта из-за ремонта телефона мужчина нанес порядка 40 ножевых ранений двум девушкам. Одну из них спасти не удалось. В ходе заседания подсудимый свою вину признал частично. Например, он не соглашается с вменяемым ему разбоем. Напомню, с квартиры пропали два мобильных телефона и компьютер. А злоумышленник после совершения преступления открыл все газовые конфорки и скрылся. Далее коротко о других событиях. В Тульском гарнизонном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника МЧС России по Тульской области Решата Нурдинова. Ему вменяется превышение должностных полномочий. Согласно данным судебного департамента, с 2011 по 2012 годы Нурдинов, являясь главой регионального МЧС, совершил действия, которые повлекли материальный ущерб государству в размере 68 миллионов рублей. Нурдинов находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пост начальника регионального управления МЧС. Он занимал с 2005 по 2015 годы. Пять человек пострадали в ДТП в районе поселка Некрасово на трассе М2 Крым. Там столкнулись легковушки, Opel, Honda, Hyundai, а также автокран. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В Туле на пересечении улиц Октябрьская и Большая столкнулись Лада и Тойота. Согласно предварительным данным, водитель отечественного авто, совершая поворот, не пропустил Тойоту. Удар пришелся в переднюю часть Гранты. Водителю потребовалась медпомощь. Его госпитализировали. Водитель Тойоты получил травму ноги, но от помощи медиков отказался. Историческая битва. Так пользователи сети назвали драку возле Тульского Кремля. Видео снял очевидец. На кадрах двое мужчин выясняют отношения. Одному из них удается повалить оппонента, и тот получает пару ударов ногой. Прекратить избиение пытаются очевидцы, но агрессивный победитель с угрозами начинает наступать и на прохожего. Чем закончилась драка, равно как и о причинах автор не уточняет. В Туле неадекватный мужчина пытался выпрыгнуть из окна второго этажа. ЧП произошло на улице Кауля. После неудачных попыток спрыгнуть, он убежал в соседний двор, где был настигнут очевидцем, который связал задержанному руки веревкой, после чего вызвал полицию. Через некоторое время Девашир заснул. И еще об одной сонной истории. Чиновник, заснувший прямо на проезжей части в своем авто, уволен. Речь идет об Олеге Попкове, главе администрации муниципального образования Красноярска и Киреевского района. На своем БМВ Попков остановил движение трамваев на пересечении Демидовской плотины улицы Асташова. Чиновник не подавал признаков жизни. Очевидцы вызвали медиков, те спасателей, позже и сотрудников ГИБДД. Вышедший из авто водитель, по словам очевидцев, некрепко стоял на ногах и от него сильно пахло алкоголем. От медосвидетельствования на состояние опьянения Попков отказался. Спустя несколько дней на сайте администрации Киреевского района появилось сообщение о досрочном прекращении полномочий Попкова. Вероятно, не обойдется и без лишения водительского удостоверения. На сегодня это все. Напомню, если вы стали очевидцем чего-то необычного или интересного, звоните мне по телефону 8 915 690 83 38, ну а о других преступлениях и происшествиях читайте на нашем сайте tsm24.ru. Будьте внимательны. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин